Кто-то смотрит до конца, тот узнает, сколько заработали за месяц. Доброе утро, дамы и господа. Сегодня у нас 31 мая, время 8.18. Пятница. Вы на канале Драйвер. Место действия город Калининград. Работаем по двум агрегаторам. Максим и Яндекс. Рабочая смена такси. Сколько мы можем сегодня заработать? Потому что уже, в принципе, садики, школы не работают. У нас сегодня конец месяца. Мы подведем итоги. Не знаю, как мы это будем делать. Короче, наша чудесная тетрадочка с записями в машине. Нам пару записей внести, дописать, посчитать. И вы узнаете в конце ролика, сколько можно заработать за сколько часов в такси, работая в городе Калининграде. В общем, как-то так. Выходим на линию. 230 горит у нас. Движ Париж. По Максиму тишина почему-то. С Гоубила на колхозную. Потом Свету. Долго поезд. 1 час 26. 430 подача. Заказ отменен. Ну, это жестко. Я бы понимал, если бы там была платная подача, тысяча была бы. 20 километров 27 минут подача за 430 рублей. Так, сегодня, наверное, не будет никаких монологов с печей. Сегодня чистая работа. Пассажиры. Всем всегда интересны заработки. Сколько? Он заработал столько же, сколько и я? Или же он больше заработал? Или же я больше, а этот Вашок не умеет зарабатывать в такси? Это же самое интересное. То, что все люди абсолютно работают по-разному. Всех разные обстоятельства. Садики, ковы, тренировки и куча других каких-то лишних движений. А кто-то вообще просто работает. Выкатился, смену купил и попер, короче, работать 12 часов. А кто-то, дай бог, если 7-8 отработает, то это шикардос. И еще в не самые такие прибыльные. Левитана 330 по окружной. Другое дело, что подача большая. Да, да. Новый ролик прям. Я ему еще такая говорю, давно уже бы не попадался он. Может, как-то ездили с вами. Я что-то помню, да, с этого адреса, но не помню куда. Это вот эта, которая утром вышла. Ну, наверное, да. Ну, так, ничего, я бы сказал, зайдет. 22 минуты. Другая были, тоже посмотрели. Ну, а может, обравится. А может, что-то тоже надо так потаксовывать. Да, тут каждый потаксовывает постоянно. Каждый второй, каждый третий, 100%. В последнее время, да, буквально пару дней, вспреск обширный. И все сигналят, здороваются. Приятно, очень приятно. Неожиданно, потому что вроде как бы затишье было. А тут прям... Короче, держимся брать, держимся. Ну, вот как можно брать, а, вот он, заказ этот. Вот он, и там же приходил. Давайте посмотрим, сколько он стоит по Яндексу. Ну, вот, 249 рублей, да. То есть, что вот мешает человеку, вот скажем, вот в Максиме, да, сделай ты на оценку 20 рублей. Или 40 рублей сделай, машина так же приедет. Я вот не понимаю вот этого. Давайте посчитаем комиссию. Получается 243. Это 18%, получается 18,18 и 9, да, 40, ну, пускай группа 45 рублей. Чистыми получается в Максиме 185 рублей. А теперь напомню, там сколько, 140 был, по-моему, коэффициент приходил. Ну, и как бы... Короче, я, по-моему, в каждом видео об этом говорю. Вот, разница. То есть, цифра красивая, а по факту получается, что то же самое, что и в Максиме. Не, ну, это грех, короче, не помыться, сполоснуться. При том, что, увижу, что вчера был просто дождик. Кто-то это... Ну, короче, вы поняли, да? Поехал. Ковриков. Ну, как можно сесть в машину? Ты, ну, не видишь, что у тебя там коврики. Или вон там он стоит. Вот теперь нормально. Вытираться мы не будем. Неизвестно, наша эта погода. Чего она преподнесет? Вчера так же. В обед жарко было. Так же заскочил, сполоснулся. А потом, короче, как апокалипсиса началась. И все, короче. Все грязное. Часа два-три поездил на чистой машине. И все. Нет смысла там ее надраивать. Пассажиры Максима и так они будут рады, что к ним приехала чистая тачка. Тихо. Да, он не привыкся у нас какие-то сидышки. Надо привыкать. Надо, да. Ничего страшного. Не бойся. Здесь мозги парят, да, за сидышки? Ну да. Прямо заглядывают или так чистят, случайно? Тут как бы безопасность на ребенка. Нет, я имею в виду вот, сам когда ты на свою личную машину едешь, они прям заглядывают или это ты? Да, на своей личной машине можно все что угодно делать. Здесь просто как ты за безопасность. Конечно, конечно. А так, если сам ездишь, в принципе, на свое усмотрение. Конечно, конечно. Но еще ребенку лучше приучить к этим креслам. Конечно. Безопасно. Только у вас в Казахстане на это не смотрят и дети вот как хотят, так в машине. Сам местный? Да. Переехал. Давно живешь? С рождения. Нет. Ты первый к нам попался. Родители, так все, как там местные, сколько ездим, все переезжают. Нет. Все переехали, все, что представлено. А мы тоже вот на жидкий великолепный паузу назад. Этот, подскажи, там сколько поезд? 345? Нет, 345. Мы можем этот, забежит, она там заберет документы до Фрунзо нас довезти. 500 пойдет? Во-первых, женщина сняла ребенку обувь, чтобы он не запачкал сидушку сзади. Во-вторых, когда у человека какие-то отклонения, да, там, что-то болен, да, или еще что-то, он всегда предупреждает об этом, потому что она заказывала машину. Отсылка к тому, когда все начали писать с госпиталя, мужик там, да, он там после контузии, после еще чего-то, да, как ты там относишься и так далее. Когда человек чем-то болен или еще что-то, он может об этом сказать, и ничего в этом такого нет. А если человек боится признать какие-то свои проблемы, да, ну, это печально, низкая самооценка, минимум. Написали, да, то, что не слышит все, ты уже понимаешь, что человек как бы, ну, где-то можно поблажить, где-то что-то как-то по-другому, если надо пообщаться, да. А тут, когда здоровый лоб идет садиться к тебе в машину, машина стоит перед носом, ему объясняешь, ему же по телефону там говорят, какая машина подъехала. Я же вырезал на монтаже, я ему сказал, что стоит прямо вот, нет, он берет куда-то, пошел, смотрит по сторонам куда-то. А когда человек, если бы это был бы не с госпиталя, да, а, скажем, с соседнего дома, или он бы на остановке стоял бы, тогда бы, то есть, все нормально было бы, да, получается. Вот он, да, такой какой-то странный или еще что-то. А только человек вышел с госпиталя, как будто в госпитале только все военные лежат. Если вы так думаете, то вы глубоко ошибаетесь абсолютно. Туда можно и попасть по знакомству, по блату. Алло, слышу. Алло, алло, в смысле, где я вас жду? Алло. Нет, или на письме. Алло, вы не слышите меня? Я-то вас слышу. Мы заказали. Ну, мы заказали октябрьский 37. Мне показывают, что ваша машина ждет нас уже. Прямо ждет машина? Нет, вы ждете. Да. Не может такого быть. У меня уже отчет идет. Что, уже помню, две минуты прошло, какое нам ожидать есть. О-о-о. А ваш номер машины какой? Так я только еду. Как я могу стоять, но ожидать? Это вы спросите у своих операторов. Хорошо, вы едете октябрьский 37? Да. Первый подъезд, мы шли у пособого подъезда. Хорошо. Отчет у нее идет. Платное ожидание. Или бесплатное ожидание. А все, наверное, почему? Потому что кто-то скинул заказ. Наверное, там обратки нет. У вас на платное ожидание, да, идет? Ну да, мне напишут. Платное ожидание. Но сначала мне показал какую-то другую машину. И вот про нее пишут. Уже это самое. Позвоните, уже там ждет. Яндекс вообще, какой-то кошмак. На гостевой парковке, если высажу, устроят. Поездка поемка с карта займет. Далек потом. А гостевой? 200 метров. Сколько? 200 метров. Повторный въезд. 300 рублей. 350 даже. Повторный въезд в аэропорт. Стоит денег. Зато как-то не смешат. Мы говорили, во всяком случае, что мы сходите. А если вы забираете туда, то... Договариваться надо. Андрюш, давай я переводу там. На перемене. Сколько там? 841. И вот там, где фонарик. Да-да-да, вот сейчас вы видите. Там прямо дорожка такая. Назовите мне... 900. А плюс 7 у вас или нет? Так там же автоматически все это делается. Сберк, да? Да-да-да. Проверьте номер ваш. Нет. Теперь все, да. Да. Сумма водится. Тоже, до свидания. Так, все это долго. Ехали мы 22 минуты там, что ли, плюс-минус. Наверное, поэтому и скинул заказ гражданин, потому что самолет сядет через 5 минут. 5 минут он сядет. И пока они выйдут, 10 минут. Боинг сел по 35 минут назад, уже все рассосались по-любому. Кнопочники, не кнопочники. Все забрали. Ну, что, постоим минут 15. Нормально. Ну, и он показывает 30 минут. 30-е место. То есть, в принципе, нормально. Сейчас, если на этом самолете не выедем, это будет фиаско. Коэффициента нету. Сейчас скажут, ну, нахрен такое такси, когда не доводит прямо до точки. Человек всегда может отказаться, да, сказать, нет, я хочу ко входу прямо. На первую линию. Нет, я же спрашиваю. Устроит, не устроит. Устроит. Базара нет, заезжаем. Не устроит. Тремся там. Все, короче, получил я. 20 минут простояли. Ну, как я и говорил. 15 минут выходят, 5 минут посадка. Тоже, да, вот эти 20 минут, то есть, мы бы вернулись за минут 12-13-15, да, на своей сути. И то, на то оно, в принципе, выходит. Вот сюда мы приехали за 841, и сейчас у нас болтон на рублей 700, наверное, где-то будет полторы, да, минус комиссия, 1200, да, 1100 где-то за час 20 примерно, да. Сейчас мы полчаса будем ехать, наверное. Пойдет, пойдет. В городе коэффициент прыгает. Короче, жарко, просто невыносимо. Хоть солнышко спряталось. Я что-то прямо, этот, ехал, спина вся мокрая. Парень сидит в кепке, в куртке. Девушка вообще в кофте сидела. Хорошему бы заправиться, но там же обед сейчас на заправке. Поедем мы, короче, возьмем мороженку. Остынем. 160, где-то, а, сейчас, а, едем мы в КБ. Получается 629 и 500, итого 1200, как я и говорил. В 11.47 получили, сейчас 13.27, ну, час 20, час 30, 20 минут стояли, 1200. Друзья, если вы находитесь в поисках надежного парка для работы в Яндекс.Такси, в Яндекс.Доставке и также в Ситимобиле, то рекомендую парк Эксперт Парк. Парк работает по всей территории России. Комиссия всего 50 рублей и автоматические выплаты без комиссии. Также присутствуют 4 вида моменталок, 4 вида, ребята. Также есть возможность покупать смены даже при нулевом балансе. В Эксперт Парке вам помогут приобрести термокорп. Доставку в любую точку России бесплатно. Еще они подключают самозанятых двумя способами. Либо с интеграцией в приложение «Мой налог», либо без интеграции. Также хочу напомнить, что работать через Парк самозанятым намного выгоднее и удобнее, потому что не нужно оплачивать полностью налог в Яндексе в соответствии с 422 законом о самозанятых. С 1 сентября вступает новый федеральный закон 580 о такси. Эксперт Парк поможет вам в получении и в сопровождении всех необходимых документов для того, чтобы получить разрешение на такси. Техподдержка работает 24 часа. Ссылочки где? Правильно, ссылочки у нас в описании. Переходим на их сайт и подключаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я прям жопа чувствовал, что сегодня так себе заправщик работает, но он ровно в 4, ой, в 2 часа, еще 5 минут, короче, он ровно в 2 часа будет заправлять. Так, 14, 13. Заправились мы. Нам бы не хватило бы в любом случае, литра может, то есть по своей сути взял бы я бы какой-то заказ и прямо на заказе у меня бы закончился бы газ, и я поехал бы заправляться. Надо искать заправку, потерять время, то есть по своей сути, что я так потерял время, что я так потерял время, разница, ну, никакой, просто здесь все это близко. Я так, посидел, поотдохнул, шортс выложил. Раз, девочка, два, три, четыре, пять, четверо детей, ну, вот это, блядь, еще плату, восемь. И они все хотели поехать в работу, нет, нихуя мы не были. Сейчас стою, жду, пока кафа не было, где девяносто сейчас взберутся, может, кто-то их заберет, посмотрим. Максимовозовцы, нахуй, четверо детей и мать, нахуй, и полный багаж. Похуй, что поехали с кайфом, блядь. Вот так, нахуй, мы все и проебали, нахуй, всю сука сферу такси. Фу, блядь, максимовозы, блядь, термовозы. Надо было разводить ее, нахуй, на две машины. Остыл немножко, мороженку скушал, минералочкой запил, все в ажуре. Все это мы потеряли час, час 15. Плюс аэропорт, и вот уже получается полтора часа с кайфом. Поэтому, когда я там говорю о том, что на экране цифра одна, а по факту цифра другая, вот оно. Я ее утром включил, программу эту, и все. Вспомнил только, дай бог, это вот, под конец записи, блядь, сюда, чуть-чуть не провалялся. Поездка на 20 рублей дороже будет, из-за багажа. Шорт-балм откроете? Открою, конечно. Даю, уже его открыл. Такой тоже вот заказик. По магазинчикам покататься. Просто я видео-ограф. Короче, сегодня такая смена прям максимальная. Трэшовая, потому что я, я-я-я, я не работаю. Просто вот ерунду страдаю. Там посидел, тут посидел. Там по делам поехал, тут по делам поехал. Сейчас, короче, смотрю в центре вообще-то. Просто вот, ну, туда ехать нет вариков, короче. Все, все по нашей старой схеме. Гетто, район, помчали. Короче, как-то так. Называется, помыл машинку. Красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы то по Максиму, то по Яндексу. Максиму дорогой стал очень сильно. Дорогой что? Только стал дорогой. Яндекс дешевле, что ли? Да. Там даже на 100 рублей бывает дешевле. А говорят наоборот. Нет. Но мы, я же говорю, где-то последний месяц прям разница прям, ну, большая в цене. Ну, а машина-то хоть приезжает? На Максиме? Да. Нет? Самое интересное, да? Они не приезжают, так что, не знаю, это так бывает. Это даже приложение удалить. Все. Толку может. Вот так вот. Что мне тут сказать? Что мне тут добавить? Мне нечего добавить. Минус один клиент. А вы говорите, Максим дешевый. Максим оказывается дорогой. Запнутый круг. Людям уже дали дорогие поездки. А машина все равно не приезжает. Что нужно водителям? Спрашивается. Что не хватает? Целей. Целей не хватает в Максиме. Выполни за неделю. Выполни 100 заказов. И получишь 5000 на счет. Мне кажется, будут катать. 100%. Будут сидеть, ждать. Какое-то время Максим делал то, что если выполнишь определенное количество заказов, то работаешь неделю без комиссий. То есть ноль. Было такое. Здравствуйте. Наличными будете, да? Да. Просто 75 без корпусов. Нет, все так вот. Короче, сейчас 2 подряд заказа приходило, ну по райончику. 200, 200, да, что может? И 250. Ну по райончику. Дорого, блин. Заказ отмененный, заказ отмененный. Брется Максима катать. Самое дорогое такси в Калининграде, которое есть. Каратышами бах-бах-бах и набили. Просто обидно, знаете, что, что, когда ты работаешь по двум программам, вот этот заказ, например, скажем, в Максиме он есть, ну более-менее его можно взять, его можно катнуть. Тебе приходит по Яндексу заказ, ты вроде едешь-едешь-едешь по Максиму, тот более-менее заказ уже, короче, слетел. И потом по Яндексу заказ отменен. И ты, короче, в просадке остаешься. Не там, не там. Я не знаю, видно, не видно мое состояние. Я прямо вот такой весь. То ли приболел, то ли что, то ли просто усталость уже. Потому что такая неделя забойная, можно сказать, не по заработку, а именно по каким-то суетным движениям. А все, всему вина, наверное, заказ из Советска в Светлогорск. Если бы не получил бы его, домой бы приехал бы и работал бы в своем графике, как обычно работал бы. А тут все пошло по одному месту. Получается, что, в принципе, всю неделю мы там спали по пять, по пять с половиной часов постоянно без выходных. Короче, как-то так. Сейчас мы доработаем, пару загазиков сделаем. Программу поставим на стоп. И уже там будем подводить итоги. Кто-то смотрит до конца, тот узнает, сколько заработали за месяц. Плюс-минус, короче, там, каждый сам посчитает амортизацию машины. Это единственное, что я не считаю. Да, и так получается, как бы, вы со мной, можно сказать, все смены откатали, да? Все смены я вам, в принципе, показал, получается, да, три дня. Многие даже еще последние две не досмотрели. Поэтому делаем красиво, катимся, набираем обороты, пока есть возможность. А то потом уйдем в трудовой пике. Ну все, итоги. Блин, как страшно. Татальная шесть. Ну, помню, еще один последний тогда. Последний и все. Стопоримся. Так, че, короче, блядь, на шипах. Чувак, на шипах, а? Ну это жестко. Так, че, короче, я ставлю программу на стоп. По пробегу 241 километр. Здесь пишет время 10.37. Ну, я думаю, тут часа два, два с половиной можно с вероного бросать. Ну, пускай будет сколько это. Два мы выкинем, да? Восемь с половиной, восемь часов работы. Так, по максиму. 1881 рубль, заказов у нас 9. По Яндексу, 3691 рубль, 10 заказов, да? И в счет уплаты налогов 200 рублей. Сейчас я все посчитаю в своей тетрадке и скажу, сколько мы заработали за месяц. Чаюху не сказал. Чаюха у нас там 164 рубля вышла. Короче, почитал. Вообще, по факту я работал 7 часов работы. Она, в принципе, и да, потому что я там полчаса постоял, там полчаса постоял, там, короче. Сейчас тенечек найду. Какая-то странная Тавасия. А, ну, в принципе, да, у меня все бьется по моим, по моим, поэтому бьется. Единственное, что не бьется, это налог. Показывает, что грязная касса, 5000 какая-то разница, 5000 где-то гуляет. Предварительный налог 7900. Заработали мы, по моему налогу, 1696800. Минусы у нас получается 100, ну, грубо, 188 тысяч. По моим подсчетам у меня вышло 183. Где потерянные деньги? Непонятно. Как такое может быть? Мой налог же он считает правильно. Где-то 4% берет, где-то 5% берет. Программа же сама должна учитывать это. Надо вечером подумать, посмотреть. В общем, что у нас вышло за месяц? За месяц у нас вы досмотрели ролик до конца. Поэтому вы заслуживаете цифр. В общем, как-то так. Почти 50 на 50 вышло. Тут еще 1600 не хватает, потому что 1600 это на парке было у нас заработано. Итого получается 90384. 320 заказов. Но больше всего напрягает вот эта вот цифра 57. Отмен. Мне кажется, это очень много. Так, что у меня вышло? Так-то цифры-то красивые, да? Получается, что вроде как бы красиво. Из них минус налог. 7000. Эти цифры бьются с моими цифрами, которыми я заработал. А остальное это ерунда. Итак, короче, объясняю. Фокусируйся. Вот это у нас Максим. 4600 это чаевые. 212 часов мы находились на линии. Работали. Рабочее время. 212 часов. Вот это у нас газ. Получается, у нас еще 1000 бензин. И где-то еще 1000 была бензина. Короче, двушка ушла на бензин. Того 30 тысяч. Здесь Яндекс 90 тысяч. Вот это неустойки все. 1770. То есть погрешность составила где-то 600 рублей. Где-то теряется 600 рублей. Но это нормально. Получается 155 509 рублей. Это уже с вычетом топлива, комиссии. Еще с этой суммы вычитаем налог в 7800. Итого получается 147 609 рублей. Это видите, короче, ручки. Три ручки у меня. И все хреново пишут абсолютно. 147 тысяч с вычетом уже всех комиссий, налогов и так далее. Ну, еще можно амортизацию. Но смущает то, что это все как бы... Смотрите, сколько мы работали. Раз выходной. И вот здесь второй выходной день был. То есть два выходных. Но 212 часов. Недельно мы, короче, на 10 часов смену. Да, и у нас получается 21 с половиной день работы. Ну, в принципе, наверное, достаточно за 20-го дня, да, грубо. Если бы работали бы больше, ну, соответственно, и заработок было бы больше. Ну, в общем, как-то так. Такие вот данные за месяц, не знаю, все поняли. Не все поняли. Как бы все подсчеты есть, чистая прибыль есть. Как бы амортизацию я не считаю, потому что у всех она по-разному. Кто там 300 рублей откладывает, кто-то 100 рублей откладывает. Но факт остается фактом. И все равно, сколько бы денег ты не заработал, в кошельке у тебя ничего нету. Ровным счетом. Гоу как сокол. Тут больше ничего мне добавить абсолютно. Данные есть. Вы большие молодцы. То, что вы досматриваете до конца. Вам это интересно. Вы здороваетесь со мной. Похвально. Похвально. Иногда, понятное дело, я бываю прям совсем максимально не думающий о встрече. Потому что бывает, когда на коне. Бывает, когда куда-то по делам ты едешь. Срочно бывает пассажир сзади сидит. Поэтому относимся с пониманием. Ну, все. Дальше больше. Катимся. Ну, и не забываем то, что надо работать головой. Да, понятное дело, то, что мы же тоже, мы не железные. Мы, в принципе, постоянно в какой-то суете, в какой-то возне, что-то куда-то, туда-сюда. Постоянно какая-то движуха. Поэтому мы очень сильно устали, так считаю, за этот месяц. Выпускные, соревнования, закрытие сезона и так далее. Всего очень много. Вышло. Поэтому, наверное, мы едем, собственно, домой. Мы сейчас сделаем. Воскресенье у нас выходной. Первый, так сказать, день в году. Во втором году. Потому что в прошлый год я вообще не ездил ни на шашлыки, ни жарил мяса, ничего. Тут у нас в воскресенье намечается шашлын-дос. Воскресенье. 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 Воскресенье.